В скором будущем изменится визуальный облик герба нашей страны. Такое нововведение прописано в законе о государственных символах Республики Беларусь. Его рассмотрят на весенней сессии Палаты представителей. На сегодняшний день законопроект подготавливают к первому чтению. Отмечается, что герба ожидают изменений, однако они будут несущественными. Например, изменится форма колоссиев. Контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Также изменится изображение клевера и льна. Помимо этого, в другом цвете будут изображаться контуры материков, которые присутствуют в нижней части земного шара. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь». Проект указа о базовом расчетном счете для физических лиц подготовлен в нашей стране. Базовый счет позволит обеспечить минимальный набор социальных функций, которые будут предоставляться бесплатно. Например, это касается зачисления зарплат, пенсий, снятия наличных без комиссии в инфраструктуре банка. В рамках нововведений работающие белорусы смогут сами выбирать для себя банк для зарплатного обслуживания. На данном этапе этот документ отрабатывают государственные органы. Предполагается, что базовые расчетные счета для физических лиц в нашей стране введут не в 2020 году. Обеспечить стопроцентное исключение употребления допинга, в том числе случайное. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко заявил об этом на заседании коллегии Министерства спорта и туризма. Как сообщает пресс-служба Совета министров Республики Беларусь, европейские страны могли убедиться, что Беларусь в состоянии организовать и провести любое масштабное мероприятие на самом высоком уровне. При этом следует правильно понимать, что такие масштабные форумы должны вносить существенный вклад в национальную экономику. Петришенко подчеркнул, что в ходе подготовки к каждому значительному мероприятию важно понимать, насколько оно будет интересно не только для зрителей нашей страны, но и для международной аудитории. По словам вице-премьера, если вопрос в плане подготовки таких мероприятий будет проработан досконально и грамотно, будет проведена соответствующая рекламная кампания, продумана соответствующая программа, то зрителей на трибунах будет много. Петришенко заметил, что в настоящее время в стране созданы все условия для подготовки к Олимпийским играм. Индексация денежных доходов, установленных от базовой величины и базовой ставки за январь, произведена в виде единовременного пересмотра. В Минтруда пояснили, что с 1 января текущего года минимальная заработная плата установлена в размере 375 рублей. Это закреплено положением Совмина Республики Беларусь от 29 августа 2019 года. Как сообщает Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, со ссылкой на информацию Белстата, индекс потребительских цен за январь текущего года к декабрю 2019 составил 100,9%. В январе этого года индекс потребительских цен не превысил 5-процентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума. Соответственно, денежные доходы, которые устанавливаются от данного социального норматива, индексации за январь не подлежат. Коронавирус представляет большую опасность для мужчин, чем для женщин. К такому выводу пришли российские вирусологи, сообщают интернет-источники. Медики объясняют данную закономерность сразу несколькими причинами. Во-первых, мужчины обычно более активны в социальном плане, в результате риск заражения смертельно опасным вирусом возрастает. Во-вторых, представители сильного пола более подвержены вредным привычкам. Так, среди мужчин процент курящих больше, чем среди женщин, а вирус быстрее развивается в пневмонию в легких именно курящего человека. Ранее ученые уже выяснили, что наибольший риск заражения смертельно опасным вирусом у людей старше 60 лет. Риск возрастает, если здоровье человека подорвано хроническими заболеваниями. Проанализировав полувозрастной состав жертв коронавируса, китайские ученые выяснили, что около 60% умерших – это мужчины. Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в нигерийском штате Бенуэ. От неизвестной болезни уже умерли 15 человек. По данным Daily Express, зафиксировано по меньшей мере 104 случая заражения. Местные власти подчеркивают, что этот вирус – не коронавирус, бушующий в Китае. Отмечается, что первые случаи неизвестного заболевания были зафиксированы в Нигерии еще в январе. Его основные симптомы – это отек желудка, тошнота, рвота, диарея и головная боль. Изначально медики думали, что вновь началась вспышка лихорадки Ласса, поскольку симптоматика заболевания весьма похожа. Лечение пока разработать не удалось. Медики в лабораториях сообщают, что это что-то новое, с чем им еще не приходилось сталкиваться. Американская компания Tesla объявила о намерении провести отзывную кампанию. Отзыву подлежат 15 тысяч автомобилей, владельцами большей части которых являются граждане США. Причиной стал заводской брак, сообщают интернет-источники со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах США и Министерство транспорта Канады. В результате заводской ошибки в рулевой системе возникла неисправность, которая может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Крупнейший торгово-развлекательный центр «Данамол». Здесь расположен офис продаж, в котором можно приобрести квартиры в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев». Внутри уютно, комфортно и компетентно. Подробности покупки, перспективы и сроки сдачи жилья, а также все нужные финансовые инструменты объясняют лучшие специалисты компании. Новый офис продаж в популярнейшем торговом центре работает всего несколько дней, но клиенты уже здесь выбирают, разбирают и покупают. Александр Спивак покупает квартиру в доме Гоген. Покупает не только потому, что локация понравилась. В комплексе «Маяк Минска» живут его дети. Мы, как родители, хотим помогать нянчить внуков, и поэтому выбрали этот комплекс. Очень удобное метро рядом, станция, очень хорошая развитая инфраструктура, лес рядом. Ну, все, что есть. Все магазины, кинотеатры. Дети Александра Спивака первыми решили жить в комплексе «Минск.Мир». Родители подтягиваются. Какое-то время искали варианты, но нашли верный быстро. Позвонили по агентствам вначале, но продаются те же самые квартиры, только немножко цены отличаются, но поскольку здесь застройщик, конечно, мы решили сразу здесь покупать. Тем более, нам предложили скидку хорошую. Комплекс «Маяк Минска» практически завершен, поэтому продающиеся здесь квартиры – это уникальная и практически последняя возможность поселиться в современной новостройке. У Национальной библиотеки и станции «Метро Восток» стиль премиум – это свободная планировка, дизайнерские лобби со всеми атрибутами, в том числе с отдельной санитарной комнатой с пеленальным столиком, зоной встречи курьера и безукоризненной отделкой. Предусмотрены детские площадки, паркинги, помещения коммерческого назначения. В самом комплексе детские сады, школа, а рядом вся городская инфраструктура. Комплекс «Парк Челюскинцев» у границ одноименного городского парка и ботанического сада. Общая площадь зелени – более 170 гектаров, и это в центре города, у центрального проспекта с его развитой инфраструктурой. В шаговой доступности две станции метро, спортивные центры, школы. В самом комплексе встроенный детский сад по проекту японского архитектора, паркинги и множество коммерческих помещений. Как купить? В новом центре продаж в Данамол пояснят и помогут сделать правильный выбор, когда вы к нему готовы. Кто-то покупает сразу за свои деньги и получает существенные скидки, но международный застройщик разработал и активно применяет разные финансовые инструменты. Выбор есть для любой семьи со стабильным доходом. Можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на любую квартиру на срок до 4 лет в жилом комплексе «Парк Челюспинцев» и на срок до 5 лет в жилом комплексе «Маяк Минска». Компания ориентирована на своих клиентов, индивидуальный подход каждому. В случае, если собственных средств на первый взнос недостаточно, поможет партнерский банковский кредит. В этом году стали выгоднее и кредиты банков-партнеров. Речь о финансировании до 90% стоимости квартиры. Срок до 20 лет. С Беларусьбанком процентная ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% на второй и третий год. А по программе БПС «Сбербанка» на первые два года процентная ставка составит 6,99%. Заходите в новый офис продаж в Данамол и выбирайте свой вариант «Маяк Минска» или «Парк Челюспинцев» и решайтесь. Важная особенность комплексов «Маяк Минска» и «Парк Челюспинцев» – высокая престижность локаций. Это определяет и инвестиционную привлекательность проектов. По оценкам экспертов, после завершения строительства стоимость квадратного метра в комплексах может вырасти в полтора-два раза. Например, в жилом комплексе «Маяк Минска», строительство которого находится на финальной стадии, стоимость каждого квадрата уже увеличилась в два раза как по коммерческой недвижимости, так и по квартирам. Впечатляет и стоимость аренды жилья. Цена однокомнатной квартиры здесь превышает тысячу рублей, а двухкомнатной – полутора тысяч в месяц. Покупка квартиры здесь – правильные инвестиции в завтрашний день, в будущее детей и внуков. В нашей стране в начале новой недели будет не по зимнему тепло. Теплый и влажный океанический воздух придет в Беларусь благодаря западным ветрам, которые установились в многокилометровой толще атмосферы. За счет этих ветров на территории нашей страны с начала будущей недели установится мартовская погода. Она придет уже 17 февраля. В дневные часы температура воздуха будет составлять 5-11 градусов тепла, а ночью – от нуля до шести. Вместе с аномальным теплом придет сильный порывистый ветер. К слову, он будет бушевать на территории многих европейских стран. В этот день также ожидаются кратковременные осадки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова